Хабаровчане нарушают традиции. Впервые за несколько лет авиабилеты в теплые страны не стали хитом предновогодних продаж. Большинство жителей Хабаровска решили провести каникулы дома или в пределах России. Такие данные приводят в Центре по продажам авиабилетов. Рейтинг популярных мест для встречи Нового года в репортаже Александры Тепляковой. Все последние годы страны Юго-Восточной Азии держали первенство среди мест, где хабаровчане и жители края любили отмечать Новый год. Но в этом году, судя по статистике продаж, предпочтения изменились. Многие решили не выезжать за пределы страны. В этом году тренд сместился. Очень сильно популярны поездки по стране. То есть уже, например, на ближайшие даты новогодние места вообще нет ни в Москву, ни в Новосибирск, Красноярск, Иркутск. На 20% по сравнению с прошлым годом выросло количество проданных билетов на поездки по стране. При этом места на рейсы в теплые страны еще и остались. Тур-операторы говорят, что причин может быть две. Путешествия по стране стали более доступными. Вторая хабаровчане едут за снегом, которого так не хватает в этом году. Это подтверждает и рост перелета в соседние города, где осадков выпало больше и работают горнолыжные базы. Есть и те, кто считает, что Новый год в любом случае нужно отмечать дома с семьей. У нас есть семейная традиция. Мы выезжаем за городом дом и встречаем Новый год возле елки. Новый год дома в кругу семьи, с друзьями, с близкими, с родными, с любимыми. Каждый раз по-новому. Мне интереснее туда и ходим. Либо на площади, либо на коту. Самое главное, надо под елочкой похрюкать. Хрюкать так, чтобы услышала Вселенная. Хабаровск тоже готов встречать Новый год. Всех, кто будет отмечать праздник в городе, ждут поздравления и сюрпризы. Синоптики обещали, что 31 декабря будет хорошая погода. Поэтому отмечать Новый год можно и на коньках. Здесь, на набережной, под песни и пляски и залпы фейерверков. В прошлом году Новый год на набережной встречали около 5000 хабаровчан. В этот раз организаторы праздника надеются, что людей будет еще больше. Размеры позволяют. Самый большой котов на Дальнем Востоке стал еще больше. Поздравлять хабаровчан будет не только Дед Мороз со Снегурочкой. Встретить Новый год с горожанами намерен и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Свой подарок для телезрителей приготовил и телеканал «Губерния». Теплая домашняя обстановка или веселая компания. Каждый выбирает сам. Но где бы вы ни праздновали Новый год, главное – это не место, а настроение, говорят хабаровчане.